Приветствую всех! Сегодня у нас интересная встреча. К нам в Ташкент приехал Андрей Ткачев. Встреча будет происходить в административном корпусе епархии. Дорогие мрачи и сестры, прошу садиться. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Что мы с вами успеем сделать за это время? Какая цель вообще может быть? Какое цель и полагание на такие подобные встречи? Я думаю, что, во-первых, люди на сегодняшний день, та цивилизация, в которой мы живем, не исключая исламские республики. Они тоже исламские республики, однако они в серьезнейшем разуме включены в западную цивилизацию. Это видно, выйдя на улицу, глядя на магазины, глядя на телевизор, какие программы, что показывать, как одевается молодежь. То есть мы живем в западной цивилизации. Это и хорошо, и плохо, об этом можно долго говорить. Так, эта цивилизация, она ориентирована на комфорт. Главная ее цель – адуистический комфорт для энергетического человека. Это делает человека одиноким. Она рвет все родовые связи. На современном этапе развития эта цивилизация хочет уничтожить семью. То есть уже громко стоит на повестке дня задача переформатирования человека на самых глубоких основаниях. На уничтожении полов, как таковых, семьи, чудородия, классического всего этого мировосприятия. Это все логические плоды цивилизации. Она изначально ориентировалась только на комфорт, только на удовлетворение отдельного «я», на бытовой эгоизм. Но эгоизм растет, аппетит приходит во время еды, и, значит, сегодня эта цивилизация, она совершает такую целевую атаку на самой глубинной основе человеческого бытия. И мы все в этом живем. Значит, мы это можем проиллюстрировать на примерах. Потом эта цивилизация делает человека одиноким. Он чувствует себя внутри огромного муравейника, и при этом чувствует себя никому не нужным. Это общее самоощущение многих людей. Оно лучше всего как бы визуально описывается какой-то картинкой из фильма, например, где идет человек в каком-то многолюдстве, главный герой, там его там мелькает голова среди моря голов. Это вечное одиночество в вечном многолюдстве. Он брошен, но никому не нужен. Статистически это единица, как писал Маяковский, тоньше писка. Кого задавила машина, кто умер от сердечного приступа, это же собираются цифры, за день как бы даются в газету. И никому не нужны эти конкретные люди, просто мы видим цифры там умерших, родившихся, и так далее, и тому подобное. То есть, и от всего этого, от того, что жизнь подточена червяком каким-то в самом своем основании, от того, что человек одинок и никому не нужен, от того, что связи порваны, родовые, родоплеменные, там, цивилизационные, культурные. Он брошен как котенок в этот мир, он говорит, живи как хочешь, ты великий. А он чувствует, что он не по невеликему, он маленький, говорит, не по скребу, не по скребу, а я маленький. От этого рождается уныние, люди унывают. В 19 веке Тючев писал стихотворение, называется «Наш век», 19 век. То есть не было еще Киросимы Нагасаки, не было ГУЛАГа, Асвенцема, не было мировых войн, еще не было, все войны были локальными. Еще не было зачатия ребенка в пробирке, еще не было абортной практики, там, ну ничего не было из того, что мы знаем сегодня. Он писал, значит, в 19 веке, значит, про человека тогдашнего. Неверием, полим и сушен, невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. То есть такой рентгеновский снимок с души человека. Ну 19 век, ну что такое, ничего себе там. Этот Пушкин, Дючер, там все дела, в ночь, как бы, там, ну, художники, поэты, музыканты, там, ну, люди на балу в перчатках танцуют, чтобы голой рукой не прикасаться к телу противоположного пола. Ну, ну, понимаете, что вообще, что такое? Ну, и юбок нет, 19 век. Их ни в селе нет, ни в городе нет. И дворянские дамы, и крестьянские дамы, все до щикла, так закрытая одежда. Ну, жули, 19 век, ну, как бы сравнивать с сегодняшним временем. А он говорит, что человек в это время был неверием, полим и иссушен. И невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он. И жаждет веры, но о ней не просит. Конечно, это касается 21 веку больше, чем 19. Мы еще более, как бы, неверием, полим и иссушены, и невыносимое выносим, как бы, и жаждет веры, но о ней не просит. Кто-то из старых священников давно еще, когда я был гораздо юнее, чем сегодня, говорил, что он то ли видел, то ли что, значит, как заяц или кролик ползет в глотку питона. Питон гипнотизирует зайца немигающим взглядом, смотрит на него и раскрывает пасть. Там у него защелок таких, этих, челюстных, нету у питона, у него пасть раскрывается в ту безмердность. И вот кролик смотрит в глаза питону, сжимается в комок, холодеет смертным ужасом, пищит, страшно пищит, потому что он умирает, когда сейчас умрет, и ползет прямо в пасть питон. Ни вправо, ни влево ползти не может, закрыть глаза не может, отвернуться не может, смотрит в не мигающие стенки большой-большой змеи и ползет именно в глотку. Очень понятный образ, как бы, значит, мы, бороться с этой цивилизацией, мы все равно, чтобы драться с паровозом. То есть мы чувствуем, что мы действительно маленькие, и что она со всех сторон окружает нас кинокамерами в виде фиксации, там, значит, там принеси справку, здесь покажи паспорт, здесь заплати штраф, здесь то, здесь все. И ты, если что, тебя можно за глотку взять в одну секунду, и ты, мы все это знаем. Поэтому мы одинокие и унылые. Это общая картина большинства людей, принадлежащих вот к этой цивилизации. Поэтому, когда мы собираемся вместе, то мы должны бороться именно с этими вещами. Мы должны побеждать одиночество и преодолевать уныние. И если мы это сделаем в какой-то мере, если мы, например, познакомимся с интересным человеком, который будет полезен нам, своим жизненным опытом, своим там, чем-то, или мы познакомимся с тем, кому будем полезны мы, потому что у него, например, там нет ног, а у нас ноги есть, и мы можем там как-то помочь ему сделать то, чего он не может, там, или он более беден, чем мы, и у нас есть лишняя копейка для него. То есть если мы познакомимся, то, что у каждого из нас есть что-то, чего нет у другого, а у другого есть что-то, чего нет у меня. И в этом великая премудрость Господня, что Он сотворил людей неравными и неодинаковыми, и каждый из нас имеет свой недостаток, свой. Но это хорошо, оказывается. Если человек будет каяться в амбликациях, это хорошо. Потому что вот эти паслики, которые складываются, они вот неровненькие. Вот каждая неровность, она должна найти свою неровность, как бы, и тогда получается большая картина. Знаете шарик для пинг-понга? Он гладкий, как яйцо. И если ты захочешь этот шарик далеко пульнуть, он пролетит метров пять и упадет, он далеко летать не может. А знаете шарик для гольфа? Он весь в оспинках таких, он весь такой, как оспинка. А дырочки? Нет, дырочки, а вмятинка таких. Он летит метром на двести, а то и больше. У него обтекаемость совершенно другая. Его воздух не останавливает, потому что он тревует. И вот наша кривизна, наши недостаточности, они нужны на самом деле. Чтобы нам не гордиться и чтобы нам нуждаться в ком-то, кто имеет и может то, чего не умею, не могу я. Но я умею, могу другое. И вот в этом союзе, слепого с безногим, это такой древний образ такой, когда слепой с ногами, берет на плечи безногого с глазами, и они составляют какой-то симбиоз такой, когда зрячий говорит куда ходить, а слепой на себе его тащит, они оба движутся куда им надо. Так спасаются люди. Люди спасаются именно так. Поэтому наша задача, что мы сейчас можем решить, например, за час, за два, за три, ну пусть за два дня, пусть за неделю, да ничего по большому счету. Мы можем только накрутить хвост, друг друга, как пропеллер, чтобы у человека хватило энергии и потом заниматься полезными вещами. Потому что, допустим, если там, скажем, я встречаюсь с каким-то интересным для меня человеком, я потом летаю на крыльях, например, полгода. Потом через полгода бензин заканчивается. И я начинаю уже садить, сказать, посадку, как бы, сажусь, уже не взлетаю. Мне нужно опять куда-то допинг такой, надо повстречать опять куда-то человека, того же самого или другого, который опять мне заправит бак и я опять взлечу. Ну, а если мы на полгода зарядимся, например, желанием читать псалтин, помириться с врагами, от каждой зарплаты отделять немножко денег, чтобы дать тому, у кого их нету и так далее, то вы считаете, что мы достигли своей цели. Плюс мы должны побеждать одиночество. Так у нас вроде много, но каждый чувствует себя, как бы, одним, может быть. Смотрите, когда мы в автобусе или в ветровой, или в троллейбусе, мы набьемся в кучу, это ситуативное большинство, это ситуативное соседство. Эти люди тебе не нужны, не знакомы, не интересны, лишь бы только на ноги не наступали. Ты зайдешь до своей станции, выйдешь и забудешь про них. Но здесь же не троллейбус, и не метро, и не автобус. Вот здесь не должно быть ситуативного коллектива. Здесь этот коллектив сначала ситуативен, ты приходишь, может, никого не знаешь. Ты куда идешь там? Я иду с отца Макария послушать. И ты никого здесь не знаешь. Но ты потом сюда выходишь, ты должен посмотреть на этих людей, как на своих братьев и сестер. Может быть, даже как один говорил, вечный брат и вечная сестра. Может быть, тебе в раю придется быть рядом с ним всю жизнь. Всю вечную жизнь. Вот для чего в церкви, например, для чего существовало и должно существовать сейчас, должно возродиться. Я в это верю. Таинство братского целования. Когда диакон поворачивается от востока к западу, к народу и говорит, возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. В это время нужно, по идее, так делают в разных поместных традициях. Так было и у нас. Потом исчезло, не знаю, когда. Надо это возродить. Надо посмотреть направо и налево. И вдруг увидать лицо взглядом следующего человека. Я на него не смотрел никогда. Диакон говорит, возлюбим друг друга. Я смотрю на литургию, стоит незнакомный человек. Это мой брат. Я должен подойти к нему, он ко мне. Ходить не нужно, все близко на церкви. Мы должны с ним дать друг другу братское троекратное целование. Потом налево, с другим, сестра еще, я не был никогда в жизни. Мы поцеловались с ней. И я уже дальше стою на Евхаристии. Дальше будет Евхаристия. Дальше горе имеем сердца и все остальное. А я уже чувствую, что у меня в руке теплота его руки, теплота ее руки. На щеках у меня тепло его щеки, тепло ее щеки. Я не один. Потому что многие люди приходят в церковь как бы один. Я пришел один, я помолился один, я ушел один. Мне какая разница, кто здесь стоит, кто здесь стоит. У нас и в церкви заполз. Эгоизм давно заполз. И многие великие молитвенники говорят, что там много в церкви людей, я сегодня помолиться даже не смог. Что они все пришли? Ну, я понятно, мне надо. А они что пришли? Ну, когда ты едешь за рулем, ты излишне пешехода уже немедленно ходит по зебре. Когда ты идешь по зебре, ты излишне на водителя, что они поздно останавливаются. Ну, понятно. Ну, так вот, эгоизма быть не должно. Надо, чтобы церковь была телом, она и есть тело, только чтобы мы это ощущали. И чтобы рядом стоящий человек не был для тебя чужим. Бревном, столбом и всем остальным. Чтобы он был тебе интересен. Ну, в плане того, что он тоже верит так же, как ты. И он пришел к тому же Богу, что ты, и у вас самое главное у вас общее. Он, может быть, в пище имеет другие вкусы. Может быть, там еще какие-то вещи у вас разные. Он любит такое кино, ты любишь такое кино. Но у вас в самом главном полное единство. Вы веруете в одного и того же Бога, приходите в одно и то же место, чтобы ему поклониться. Наши собрания должны побеждать вот этот именно тотальный, въевшийся всюду эгоизм. Ибо наша цивилизация, это эгоистическая цивилизация, которая плодит и творит эгоистов на каждом шагу, штампует эгоистов. Слово, как на конвейере. И человек говорит, я, я, я. Пока не умрет, он и якает всю жизнь. И он уверен, что ему все должны. И что он великий отца. А все остальное, это так, декорации. На самом деле, все по-другому абсолютно. Именно церковь должна быть тем местом, где люди должны вдруг открыть глаза на эту великую несправедливость, внутри которой мы живем. А больше негде. Знаете, что рыба в воду не замечает? Она в ней живет. Есть много вещей, которых мы не замечаем. Уже мы в них живем. Чтобы что-то заметить, нужно вырваться из чего-то. Как Честетон говорил, я уехал из Лондона, чтобы видеть Лондон. То есть он уехал, покинул свой город. И где-то там бродил, ходил, поездил по городу. А потом вернулся в свой равной город. И вдруг увидел его другим. Никто не может понять место, в котором он живет, пока он его не покинет и не вернется. Чтобы вдруг свежим взглядом на это взглянуть. Ну и так далее. Значит, церковь – это то место, которое должно нам открывать глаза на привычные вещи, совершенно не сочетающиеся с Евангелием. Вот одно из таких корневых вещей – это вот этот внутренний эгоизм, который впитывается нами всюду. На уровне рекламы, на уровне бегущей строки, на уровне «ты достоин», «ты должен», «ты можешь», «тебе надо». Короче, вот это все впитывается людьми еще с детства. Так мы и живем в этом несчастье, будучи одинокими. Вообще цивилизация наша, о ней сказал Шмеман, Царство Небесное, что с точки зрения большой цивилизации, вот этой нашей современной, можно сказать, что человечество выиграло, а человек проиграл. Ну то есть, как бы, да мы люди, мы в космос летаем. Да мы люди, мы на дно океана опускаемся. Да мы люди, мы там операцию на сердце делаем. Да мы люди, понимаешь, что за 4 часа из Москвы в Ташкент летим, как птицы. А на уровне одного отдельно взятого человека цивилизация нас раздавила. То есть, человечество выиграло, а человек отдельный, вот ты, я, он, она, проиграл. Его не видно. Его, если как бы пальцем раздавить, как бы никто не заплачет. Забудут тут же. Возник вопрос, забыл ли мальчик. И ты не нужен никому, кроме Господа. Там написано, что если мать тебя оставит, я тебя не оставлю. Вот это очень важная вещь, это первое, на чем мы должны собираться, чтобы вот это почувствовать. Чтобы попытаться смотреть, ну, немножко другими глазами на людей, которые находятся вокруг нас. Потому что в каждом человеке есть тайна. Никто не появился на свет случайно. Человек слишком сложен, чтобы быть случайностью. Сложные вещи случайными не бывают. И надо этот взгляд как бы приобретать. Потом, повторяю, что мы живем в унынии. От того, что мы живем в унынии, нам нужны внешние раздражители. И можно с точностью определить, зафиксировать, как бы, вот это господство уныния над человеком через то, что эпоха наша, во-первых, шумная, во-вторых, пестрая, в-третьих, никогда не молчит. То есть человеку нужна яркость, громкий звук, постоянно меняющая картинка, чтобы отвлечь себя, потому что если все повыключать и сесть, как бы, на месте тихо, как бы, и замолчать, то очень скоро человек может закричать дурным голосом, начать бегать по комнате кругами. Люди боятся тишины и одиночества, потому что внутри у них в это время просыпается паника. Люди, на самом деле, серьезно психически больны. Человек всю жизнь убегающий от тишины, боящийся тишины и боящийся одиночества, когда ему не о чем думать, не о чем молиться, как бы, не с кем говорить, когда никого под носом нет. Это тревожный симптом. Поэтому наша эпоха шумная, кругом шум. В маршрутку сел музыка, в магазин зашел музыка, в ресторан зашел музыка, домой пришел, включил, значит, новость или музыку. Это признак душевного нездоровья. То есть мы дети очень больной эпохи. И нам нужно что яркое, пестрое, опять-таки, начиная с рекламы, заканчивать телевизионной картинкой. И мы не умеем вот это молчать, молча отдыхать, например. Ничего нечего. Значит, когда мы собираемся вместе, мы лечим свою эту внутреннюю болезненную душу, избавляемся от уныния. Я не знаю, может быть, я надеюсь, что вы со мной согласитесь, что церковь это единственное явление, это же не место, это явление. Церковь это явление, внутри которой человек может вдруг почувствовать какой-то источник, ну, не земной, не бывалой, необычной силы, энергии, радости. И вдруг он может забыть, например, какие-то житейские невзгоды. Посмотреть на них в микроскоп, так сказать. Ну, не уличительное стекло, а вы так, да это явно, да это. И это было, и это проживем. То есть вот цель наших собраний. Плюс, конечно, если вы там, не знаю, что вы запомнили. Главное, что я успел сказать, это то, что на две болезни нашей эпохи, на одиночество и уныние, мы как раз отвечаем церковными собраниями, в которых мы учимся преодолевать свой эгоизм и видеть в ближнем брата, и благодаря которым мы стряхиваем в себя это такое оцепенение тоски и печали, которыми одержимы люди, потому что они, как говорят, неверием, полимые с сушен, человек невыносимое днесь выносит. Поэтому сумасшедших домов больше, чем обычных больниц, а таблетки антидепрессии прописывают уже с раннего возраста. Это еще у нас не так. А где-нибудь там условно благополучное, в кавычках, Швеции, антидепрессанты глотают вместо йогурта на завтрак люди с 14 лет до старости, а заберемет таблетки, он с крыши прыгнет, потому что люди живут в панике, в унынии и в жутком внутреннем состоянии. Вы же знаете, что есть, например, страны, чемпионы по каким-то злым вещам, по абортам, например, Россия бедная, дьявол сел и на плечи, и мы до сих пор не можем его сбросить, чтобы она перестала убивать детей. А есть, например, страны, чемпионы по самоубийствам. Это, оказывается, благополучные страны. Самые, что ни на есть, самые благополучные страны. То есть там, значит, человека грызет какая-то такая страшная вещь, что как только от него убираешь внешний раздражитель, включаешь телевизор, гаджет, какой-нибудь компьютер и оставляешь его в покое, он больше не может жить. Внутри разгорается пожар, тот самый, который там притушивали. Так что у нас вообще церковь, это такое, как Гоголь говорил, вот я чуть-чуть вспомнил, еще был такой Гоголь Николай Васильевич. Он тоже был человек прозорливый, отчего и умер рано, не выдержал видеть то, что ему открылось. Он говорил, что в 19 веке, опять-таки, я удивляюсь, 19 век это какой-то вообще рай земной по сравнению с некоторыми нашими вещами. Он говорил, что дьявол вышел в мир без маски. Дьяволу больше не нужно прятаться. Он просто вышел в мир без маски. Ну что же он такой увидел, этот бедный Гоголь, где он этого дьявола увидел, как бы на улице Петербурга или Москвы, или Берлина, где он там путешествовал. А он видел, что все, начинается когда новая фаза борьбы против человека, в общем, открытая фаза, при которой сатана уже прятаться даже не будет. Он просто будет плясать перед тобой в природном виде. Так вот, значит, почему я про Бога это вспомнил? Он как раз говорил, что литургия, что такое собрание вместе, это литургия. Мы здесь не приносим Богу хлеб и вино, не читаем священное писание, хотя цитируем его, сносимся на него. Но это такая квази-литургия. Словом литургии у греков назывались очень многие общественные занятия. Накрыть стол, например, отпраздновать что-то день рождения всем вместе, всем селом, это литургия на греческом, кстати. Или, например, там собраться опять-таки двумя-тремя дворами и засыпать яму на дороге, там, починить, скажем, дорожное полотно. Это литургия. То есть общественный труд, общественный отдых и общественные молитвы, это все литургия. У нас сейчас какая-то такая квази-литургия. Она должна нам дать желание жить, желание жить по-человечески. И оружие для борьбы с унынием. А ну, кроме того, что нам там много нужно сделать, нужно не венчином поменчаться. Такая вроде банальная, вообще-то время такое веселое. Сейчас для того, чтобы быть пророком, нужно говорить банальные вещи. Самые банальные вещи, ты начинаешь говорить, и говоришь их, как будто ты прилетел с луны и возвращаешь какие-то совершенно неслыханные чудеса. Например, ну какую, например, простую вещь скажу, мужья должны разговаривать с женами. Ну и что подумаешь, там, велика новость. Это вроде все теоретически знают, но мужья с женами не разговаривают. И жены с мужьями не разговаривают. Им как бы не о чем поговорить. Но если нет проблемы дома, там, небольшой покупки, там, если кто не болеет, то им поговорить-то не о чем. Мужчины разговаривают с мужчинами где-нибудь, там, на работе, в кафе, там, где-нибудь, там, на отдыхе. А женщины с женщинами, там, по соседству, на работе где-то еще. А муж с женой не разговаривают. А отсюда получается очень простая вещь. Любой человек противоположного пола, который с тобой заговорит, с интересом, с увлечением, найдет общую тему, расположить тебя к себе 100%. И отсюда женщина, которая уже год не разговаривала с своим мужем, которая ходит на работу. Только какой-то мужик появится, который проявит какой-то интерес, и они будут просто мило беседовать. Для того, чтобы ей влюбиться, остается полшага, а чтобы впасть в блуд, остается чуть-чуть меньше одного шага целого. Очень просто. Просто потому, что она с мужем не разговаривает. Не потому, что она блудница. А потому, что она просто с мужем не разговаривает. И любой, кто разговаривает с ней, крадет у нее сердце. Так же и с мужиками. Любая женщина, которая проявит какой-то минимальный интерес мужчине, ну, что-то у вас у нее рубашечка не стирает, дайте я постираю. Все, ты приехал. Через две недели будет не поправить. Говорит, а вы видели такой вот фильм? Говорит, да. А вот вы заметили в этом фильме вот такую вот тему? Да. И как интересно с ней поговорить. Скажи, давай пойдем на кофе там в обедный перерыв. Все, ты приехал. Все очень просто. Все до банальности просто. Всего-то навсего. Нужно, например, мужьям, женам, разговорить. Нужно, чтобы христиане, живущие в браке, были венчаны. Невзирая на возраст. Если они прожили в браке уже 40-50 лет, все еще не венчаны. Нужно венчаться. Потому что они потом спрашивают, что у меня дочка несчастливая, что мой сын никак не может жениться. Да вы сами не христили. Живете без освященного брака, как мухи поженились. Мухи без венчания женятся. Люди женятся с освящением, с молитвой, с таинством. А вот такое, на всякий случай. Именем там, значит, узбекской народной республики. Расписали вас там, или Советская Федерация, Российская Федерация. Это не считается. А живут же нехристи, как бы, вот эти крещеные нехристи. Люди, которые живут в браке, живут десятилетиями, полстолетиями, невенчаны, надо повенчаться. Просто, просто, банально. Но не делают этого. Нужно быть обязательно в храме воскресные дни. Нужно начать с того, чтобы превратить всех крещеных людей в христиан воскресного дня. Всего-то лишь, навсего. Как один, знаете, бедный с богатым шел по дороге. У богатого было семь золотых монет. У бедного был там шиш в кармане. Бедный. И они идут, и бедный богатому жалуются. Денег нет, а нужно купить это, там купить это. Теща болеет, там детям надо купить это. Богатый человек дает ему две монеты. Тот две монеты с радостью берет, замолкает на какое-то время, но дорога дальняя, они идут. Он опять начинает ныть, что все-таки денег мало, уже есть, но мало. Значит, тот болеет, там дом перекосило, значит, там надо купить это. Богатый молча дает ему еще две монеты. Он весело их берет, они идут дальше, чуть-чуть молча молчат. Потом опять бедный начинает ту же самую песню. О том, что надо поехать туда, там, поремонтировать то, заплатить за это, долги еще там отдать. Богатый молча дает ему еще две монеты. Поэтому стоимость одного, этого шесть. Богатый говорит, ну дай перекусим. Долго ушли, утомились, у них какой-то есть хлеб, вода, там что-то. Сели под дерево, расстелили что-то, нарезали хлеб. И вдруг бедный берет нож и в горло богатого подставит, говорит, отдай мне седьмую монету. А, какая зараза, где такие люди рождаются, да? Говорит, как он так может? И тут друг говорит, это монах рассказывал людям. Ирмонах один в Греции. Он говорит, это же вы. Говорит, как мы? Ну, Бог вам дал шесть дней заниматься своими делами. А вы хотите еще седьмой день забрать для себя? Да, и мне еще седьмой день, я тоже буду, загружу его суетой. Я буду ходить в бассейн купаться, я буду ходить на рынок, там, на попугайчиков смотреть. Я буду ходить, там, к друзьям в гараж, там, пиво с ними пить. Я буду ходить, там, в магазин, буду ходить в солярий, буду ходить, ногти красить, буду ходить. Куда хочешь, буду ходить, но только в храм буду ходить. Но это вот то же самое. Поэтому дела наши неуспешны, потому что мы работаем, либо не работаем вообще, или работаем все время. И то, и другое грех. Тоже банальность такая. Не работать нельзя? Нельзя. Нельзя не работать. Нельзя есть хлеб даром. Но работать семь дней в неделю тоже нельзя. Надо иметь. Да холодильник выключается время от времени даже. Работает, ровно выключится. Холодильник отдыхает, неразумная тварь. Так сделано, что он должен выключиться, иначе перегорит. На скотину нельзя накладывать больше, чем нужно, она упадет. Ну, машина остановится, если перегрузишь ее, она просто, баллоны сдуется. Короче, а мы либо вообще ничего не делаем. Есть такой грех. Либо мы работаем, как ишаки, семь дней подряд, как бы, без всякого перерыва. И тогда мы тоже оскорбляем Господа. Почему ты не выбираешь один день для Бога? Почему? Почему ты не читаешь Писание в этот день? Если у тебя ноги болят, ты не можешь идти никуда. Почему ты не идешь в храм, если ты живешь, там до храма пять минут пешком? Ну, пусть десять, ну, пусть час. Те, которые в Америку повыезжали за сладкой жизнью, теперь воют там вот такими слезами, чтобы уже без толпы уехали. Сладкой жизни нет нигде. Просто обманули. Знаешь, Америка – это большой Голливуд. Они великие специалисты в создании картинок. А за картинкой нет ничего. Ты приезжаешь на картинку, она отворачивается, занавес отнимается, ты заходишь, а там нет. А где там эти все ништяки обещанные? А нет, вот такого нет. Ты не путай. Ты попал, заехал, оставайся. Все, теперь бери кредиты и бегай, как белка в колесе. Все. Заболеешь, до свидания, никому-то не нужно. Короче, вот эти вот люди все наши. Поехавшие за сладкой жизнью. Не очень умные люди, между прочим. Пусть не обижаются, я их люблю тоже. Но они там попали по подоступу, да? Они теперь ездят в церковь за 200 километров, за 300 километров. Каждое воскресенье не поедешь. Бензин дорогой там, дизель дорогой там. Ну и тяжело. Они в церковь приезжают не на час. Они приезжают в церковь на весь день. Они потому что съезжаются издалека. Там где-то там в Чикаго церковь, например. Он там живет, там, от Чикаго за 150 километров. Он едет в Чикаго в эту церковь. Он тогда уже приезжает на литургию. Остается после службы. Там они обедают, там разговаривают, общаются. И уже после вечерни расползаются по домам. Ну и он может себе позволить такую роскошь там раз в месяц, два раза в месяц. При этом каждый из них говорит, а я-то жил от церкви через дорогу. Но я же не ходил. А мне не надо было. Мне не надо было. А теперь надо. Теперь я езжу за 200 километров. Это вот все такие. Когда ж ты поймешь, что нельзя, например, не отделять от того, что есть, Господи. Это отделять. Смысл десятины ведь в чем? Если у меня есть 10 мешков картошки, моей картошки, то ли мною выращенной, то ли мною губленной, и я один мешок отдаю, например, в столовую воинской части, или в столовую детского дома, или в столовую церковной этой самой общины, ну, жертвую, то 9 оставшихся мешков становятся святыми. В этом смысл милости. Это десятины. Не в том, что я вот дал, я хороший, и теперь мне заплатят за это. Нет. То, что у меня остается, святое, потому что я отдал отданное, освящает оставшиеся. Один отданный Богу день отделяет все остальные дни, как святые. То есть неделя святая будет. Хорошая будет неделя. Отдай Господу день. Отдай Богу великий пост, весь год хороший будет. Потому что пост, это по точному подсчету, 36,5 дней, то есть десятина дней всего года. Отдай Богу это. Не будь тот злой бедняк, дай мне это тоже. Нельзя так. Отдай Богу, и получишь от него больше. Оставшееся будет твое. Оно будет святое, твердое, прочное и так далее. Будет дом на камне, а не дом на песке. Банальная вещь, очень банальная, но никому неизвестная. Или же известная, но только теоретически. То есть переход от теории и практики очень трудно происходит. В голове есть, в сердце нет. Все, но перед нами шизофреник. В голове все в порядке, как бы сердце колючее, черствое, дурное, гордое. Делает все только свое. Хочу, по-моему. Хочу, как я. Вот такие банальные вещи нам нужно сделать. Нужно полюбить воскресный день. Собираться в Храм Божий с радостью. Освящать молитвой воскресного дня. Наступившую неделю, потому что воскресный день у нас первый. Он не седьмой, он не заканчивает неделю. Заканчивает неделю суббота. Шаббат, седьмой день, до свидания. А начинается неделя воскресеньем. Начни неделю с Богом и проживи ее с Богом. Когда Евангелие напылили и воскресном целует человек, можно прям целовать Евангелие после чтения. Или там начинается неделя, Господи благослови. Все, и поехали. Вот проверьте. Господь говорит, проверьте меня. Хотя бы в этом проверьте меня. Если сделаете это, 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 житница ваша наполнится. Так что еще старое съесть не успеешь, уже новое будет. Проверьте меня. У Малахи и других пророков говорит Господь. То есть вот такие простые вещи. Надо нам научиться делать. Гадалкам ходить нельзя, да, нужно тоже кому-то это объяснять. Кому-то непонятно. Я вот с удивлением слышу, что распространенный такой обычай бегать к всяким там шептуням, там колдуням, там ды-ды-ды-ды. Хотя ислам строжайше запрещает эти вещи. Строжайше. Еще строже, чем винопитие, там еще какие-то вещи. Но мусульманское духовенство за эти столицы не справилось с этой задачей. Колдунство есть, бабки есть, там всякое есть. Христиане, наверное, тоже туда бегают. А нельзя. Нельзя идти за ответами и подарками к Богу с черного хода. Надо идти прямо к самому Господу, а не через подвал. Простые вещи надо сделать. Очень простые вещи. И все, и будешь пророк в своем Отечестве. Я ставлю здесь многоточие. Сейчас молча подумайте 15 секунд про то, что вы услышали. Постарайтесь не забыть. А потом, а мы переходим, давайте, к запискам, вопросы. Они уже есть.